Все равны перед законом, но одни равнее других. Константин Кушнер. Почему Казахстан становится одной из самых сутяжнических стран мира? Председатель ПКСК Дотка Члебул Павловна покрутила у виска и сказала, дура, ты ненормальная. Какие нелепые причины порой заставляют казахстанцев идти в суд? Чем ходить по судам и писать кляузы, лучше бы занималась своей горбатой дочерью. Казахстанский судья может войти в книгу рекордов Гиннеса. Сколько решений в месяц выносит рекордсмен в Мантии? Всего было рассмотрено 43 695 уголовных дел. Назым Мукаяма приехала на родину с романтичной целью обучить классической музыке свою японскую дочь Аяка. Назым хотела, чтобы ребенок впитал силу бескрайних степей, величавых гор и простого народа ее исторической отчизны. Но Малая Родина оказалась не такой гостеприимной, как казалось раньше. Чтобы Аяка быстрее адаптировалась, по приезду Назым отправила ее в местный супермаркет. Влаги и материнские намерения обернулись для обеих психологической травмой. Девочка имела неосторожность зайти в магазин с бутылкой воды. Охранники обвинили ребенка в краже. В полуподвальном помещении Назыма Аяка секьюрити продержали 45 минут. Нас обоих удерживали там, не давали ни позвонить, ни выйти. На мои требования вызвать полицию они не вызывали. И когда я доставала сотовый телефон, чтобы снимать происходящее на видео, они пытались выхватить или разбить телефон. Они просто предупредили, сейчас если достанете телефон, мы его просто о полу вам швырнем, и вы вообще без телефона останетесь. В дисциплинированной Японии такого просто не могло случиться, говорит Назым. Права детей в стране восходящего солнца священны. К тому же обвинить человека в краже, не имея на то доказательств, не осмелится даже полиция. Не мудрено, что в Казахстане Аяка понадобилась помощь психолога. 14-летняя девочка так и боится заходить в алматинские магазины. Вместо этого ребенка могла бы быть и обычный ребенок, гражданин Казахстана, или обычная опашка Саула. Назым решила подать на супермаркет в суд. Искренне надеясь, что правосудие – понятие международное. Но и здесь женщину ждал неприятный сюрприз. Не все адвокаты берутся за это дело, потому что заранее знают, что оно может быть в проигрыше. Дело в том, что сейчас, к сожалению, наши законы и права человека в Казахстане не для человека, а против человека. Честно говоря, таких обиженных на правосудие в стране немало. Вот Нина Белобородова из Кустаная тоже судится с председателем своего КСК за то, что та прилюдно обозвала ее дурой и покрутила пальцем у виска. Правду доказать очень сложно в наше время. И я считаю, что правды нет. Я попала только в суд на шестой раз, потому что меня все не поднимали. То ли лингвистическую экспертизу надо, то не там слово поставлено, не там буквы. О том, что судятся теперь все, говорят и в фонде защиты слова Адельсос. Центр экспертиз тут буквально завален делами, которые в общем можно было решить и без помощи юристов. Чем ходить по судам и писать кляузы, лучше бы занималась своей горбатой дочерью. Это был конфликт между соседями. Горб действительно имеется, имеется физический недостаток такой, да, такое нездоровье. Действительно ходила по судам, писала жалобы, да, писала. Вроде все правда. Получилось, что негативная информация выражена в форме неявного утверждения, которое содержится, как пишут лингвисты, в пресс-суппозиции. Вот эта женщина не занималась своей горбатой дочерью. Не занималась и не занимается. То есть она плохо исполняет свою роль матери, плохо ухаживает со своей дочерью. Дочь, возможно, находится в очень струнительном положении. На самом деле оказалось все это не так. Активная гражданская позиция и желание отстаивать свои права похвальны, говорят правозащитники. Но есть и оборотная сторона медали – квирулянство. В переводе с латинского это сложное слово означает «жалующийся». Непреодолимая сутяжническая деятельность, выражающаяся в борьбе за свои права и ущемленные интересы. Квирулянт осуществляет подачу жалоба всевозможной инстанции, исковые заявления в суды. Любые принятые решения по этим искам оспариваются. Квирулянство характерно для психопатических личностей параноического склада. Давайте назовем его, ну скажем, БГ. Этот товарищ на протяжении десятка лет гнобил буквально всех. Альтернативных журналистов, альтернативные СМИ, активистов. И суди принимали эти иски, и суды шли бесконечно. Но когда, наконец, дошла очередь до судейской власти, значит, суди вынесли определение о проведении судебной психиатрической экспертизы в отношении этого человека. И выяснилось, что он нездоров. Причем сильно нездоров. Врачи отмечают, отличить квирулянта от здорового человека непросто. Они достаточно грамотны, на самом деле. Достаточно юридически подкованы. Они читают очень много литературы, и у них очень неплохая память. Количество гражданских процессов в Казахстане увеличивается, говорит и официальная статистика. Только за прошлый год в суды республики было подано более полумиллиона гражданских исков. Если брать по категориям, то наибольшее число исков по статистике у нас поступает по делам, связанным с договорными обязательствами, обзыскание алиментных платежей, обзыскание платы за коммунальные услуги, а также это недоимки по налогам и другим обязательным платежам бюджета. Честно говоря, в Верховном суде уже задумались о том, как снять нагрузку с судов. В среднем на одного казахстанского судью приходится 50-60 судебных разбирательств в месяц. Современный юридический стахановец трудится в Ак-Тубе. Там судья вынес решение по 139 делам за тот же период. А вот наиболее активные сцы проживают в Южно-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях. Но по итогам прошлого года самым сутяженческим регионом страны стала Карагандинская область. Именно здесь было подано больше всего исковых заявлений – 13% от общего числа. Это и социально-экономическое развитие региона, это и количество тех же юридических контор, юридических консультаций, а также в целом просто правовая культура населения данного региона. Потому что от того, как будет составлено само исковое заявление, и как оно дальше будет поддерживаться в суде, это уже полдела. Честно говоря, правозащитники утверждают, что это нормальная практика, и напротив считают казахстанцев неактивными. Причина тому – советское прошлое, когда конфликты решали анонимками, письмами. Я бы сказал так, что в этом смысле мы отстаем. Потому что люди в тех цивилизованных странах, или в демократических странах, в западных странах, в 50 странах, куда мы стремимся, они обращаются в суды для решения различных проблем. В других странах, которые дальше прошли по пути строительства правовой системы, суд – это естественное продолжение наших взаимоотношений в правовой сфере. В последние годы едва ли не в каждом выпуске новостей есть материалы из зала суда. Громкие процессы, вызывающие общественный резонанс, делят население надвое. Одни согласны с вердиктом судов, другие говорят о набившей оскомину коррупции, процветающей и в судебной системе тоже. Бывают и подстраиваются, что греха таит, и подкупный суд есть. Коррупция прочитают в стране, все так говорят. Такое ощущение, как будто бы закон придуман для того, чтобы им было, да, нарушать его, и чтобы можно было отмолодеть. Есть хорошие судьи, есть не очень, а так. Абсолютно в точку, никаких претензий у меня не было. Если бы казахстанцы были активнее в отстаивании своих прав и свобод, суды стали бы справедливее, говорит Евгений Жовтис. Тем более, что по сравнению с другими странами, пошлина на подачу искового заявления в Казахстане сравнительно небольшая. Другими словами, судиться в нашей стране недорого, но хлопотно. Вообще принципы правосудия, их три. У нас чаще всего упоминается принцип законности. Соответствует решение суда закону, да, то все нормально. А в действительности есть еще два принципа. Принцип разумности и принцип справедливости. То есть по результатам судебного рассмотрения, граждане должны выходить из суда с чувством, что справедливость восторжествовала. К сожалению, наша судебная система, она прикрывается законностью. Для нее важно формально. Вот написана в законе такая-то норма, она применена правильно, все. Между тем, Казахстан вошел в 20-ку стран мира по количеству осужденных. Это значит, что у нас места не столь отдаленные, отправляют чаще, чем где-либо в мире. Тюрьмы переполнены, говорят специалисты. Для сравнения, в США в колонии отправляют 10% подсудимых, а в Казахстане все 80%. На Верховном суде уверяют, что эта порочная практика уходит в историю во многом благодаря альтернативным методам наказания, лечению наркозависимых, штрафом или общественным работам. Всего было рассмотрено 43 695 уголовных дел. По этим делам всего осуждено судами 22 927 лиц. Из них, если конкретно говорить о мерах наказания, 9 881 лицо было осуждено к реальному лишению свободы, 4 228 лиц к лишению свободы условно, а также 6870 лиц к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. В последнее время вот и суды присяжных стали внедрять. Кстати, они по статистике признают невиновными 90% от всех подсудимых, утверждают правозащитники. Я уточнил, я против. Против обвинения. То есть как против? Вы проголосовали за, а я против. Казахстанским судям ощутимо повысили зарплаты. И теперь они официально одни из самых высокооплачиваемых госслужащих в стране. Презентовали им и новый зал суда, который выглядит как студия для судебного шоу. Места для прессы, прозрачные кабины для подсудимых, стойки для микрофонов. Здесь идет знаменитое, кстати, Харгосское дело. Всех 45 обвиняемых расположили в 4, будем так говорить, стаканчика, которые напоминают собой элементарные банки, стеклянные банки, закрытые со всех сторон. Люди задыхаются, кричат. Все эти нововведения должны обеспечить то, для чего и создаются законы – справедливость. Вот только она, как и правда, у каждого своя. Назы Мукаяма больше месяца не может подать иск в суд, чтобы защитить честь и достоинство своей дочери. Обращение к юристам и к японским дипломатам пока ни к чему не привели. Даже родные и близкие отговаривают женщину искать справедливость в казахстанских судах. Говорят, жаль тратить на это время и нервы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова